Ну что, дорогие коллеги, я рада открыть первую сессию нашего семинара «Гендерный порядок рискового модернизма», на котором мы будем обсуждать в соответствии с цельными задачами нашего проекта систему гендерных норм и представлений жертвов и социальных публикаций. И сегодня у нас, на мой взгляд, весьма интересная тема, «Женщины на войне. Стетический дискурс и историческое свидетельство». Как анонсированы будут представлены два доклада, мой и Путон Гессимоновой. Я предлагаю осуществить это так. Доклад, затем вопросы, затем кофебрейк, затем второй доклад, вопросы, и времени для дискуссии у нас вполне много. То есть, надеюсь, мы сможем обсудить доклады с перспективой, как и на нашу дальнейшую работу. Итак, мой доклад называется «Дело воединица в литературе русского модернизма. Образ, мотивы, сюжеты». Гендерный порядок русского модернизма, как известно из эмпирических наблюдений на текстовой эпохе и из существующих на данный момент исследований, был мускулинов. Как пишет Керсти Эконом, применительно к раннему модернизму, для него принципиально, во-первых, генарное и комплементарное противопоставление полов, и, во-вторых, нейтральность мускулины и маркированность фениминной категории. Равно пишет, что мускулиность в гендерном порядке мало реквизитирована, на ней не делают акцент. При этом, хотя символический эстетический дискурс, выдвигая вперед категорию фениминного, она не функционирует самостоятельно, но лишь вместе с категорией мускулиновой воспринятой как оппозиционной. Далее категория фениминного проявляет внутреннюю полярность, или раздвоенность. Женщина представлена либо прекрасной, то есть бестелесной, пустой форме луны, либо падшей, то есть телесной, активной, сексуальной, угрожающей. По наблюдению исследователей, на целях модернизма происходит также отрыв фениминности от женского пола, что ярко проявилось, в частности в книге. Вот и Венингер полохарактер, где вводятся категории М и Ж, вполне совпадающие с реальными физическими относителями, то есть начинается отход от многолекового сенсористского понимания герта. Тем не менее, все еще доминирует представление о том, что женщина может быть только объектом, но не субъектом, в том числе субъектом мысли, творчества, существом природным, а не культурным. Может быть, по выражению Зинаида Николая Дмитриуса, не человеком, а зверем или богом, то есть другим и нын по отношению к человеку, как к существу цивилизации и культуры. Наконец, может быть, музой, но не автором, Беатричи, но не Данте, как даже Гейтл сформулирует это в статье 1908 года «Зверевок». Эти представления начинают оспариваться, в первую очередь, авторами и женщинами, как в творческих, так и в жизненных, и в жизнестроительных практиках. И одним из фактов такого спора на попытке создания новой феминилности, вообще нового понимания гендера, морбежевиков, является сравнительно частое обращение к образу деловой феминицы, которое предстает как в случае гендерного беспокойства на фоне нормы гендерного дисплея. Не будем забывать, что традиционнейшим, что мускулинная роль и патриархатная культура является роль воина, и претендующая на нее женщина неизбежно предстает как в существу особой, странной, непонятной промежуточной природы. Как бы эта особость положительна или отрицательна, не оценена. То есть в этом докладе я постараюсь дать очерк, хотя, разумеется, краткий и неполный, присутствие воинницы в русской литературе 1790-1930-х годов, а также анализ трансформации этого вечного образа в идейном контексте русского модернизма. Надо сказать, что специально этим вопросом, насколько мне известно, до сих пор никто не занимался, хотя если бы у нас межные темы, например, о андрогинности существуют. У всех есть раздаточный материал с текстами, я не включаю туда, разумеется, тексты длинные, объемные, пьесы и поэмы, но тем не менее база такая же там есть, чтобы можно было следить за докладом. Ну, начну я с, так сказать, с генезиса. В литературу Серебряного века образ воинницы пришел сразу из нескольких традиций. Ну, самое очевидное, это мифология, в первую очередь греческая, в том числе опосредованная позднейшей литературой. Ну, например, трагедии немецкого романтика Генриха Фенклейска и Тинфиселия. Так, образ Тинфиселия очень важен для Марии Цитаевой, для Софии Парнок, а у Цитаевой появляются еще антиопоры или политы, неназванные по имени Амазонки. Не забудем о скандинавской мифологии, опосредованной в первую очередь опровневым циклом Рихарда Вагнера. Валькирия Брунгильва наиболее часто из всех дел по имени встречается в литературе русского модернизма. Ну, как минимум у Александра Блока, Андрея Белого, Валерия Брюсцева, Николая Глубева, даже Мария Цитаева. Далее это фольклор, особенно русский. «Сказки», в том числе «Отцарь-девица» и «Былины», принципиально это линия в том числе «Отцарь-девица». Наконец, это, собственно, литературная традиция, связанная с одной стороны с рыцарским поэмами Лудовик Орел, стениистовый Роланд, который отзывается, например, в поэме Михаила Позьминовсадник, и тарквата Тасса «Освобожденный в Иерусалим», чья героиня Кларинда появляется Дмитрий Мережковский, а с другой с полуисторическим, полулегендарным, и, во всяком случае, много раз обрабатывающимся литературным сюжетом Жанна Дарк. Нередко русские авторы эпохи модерна обращаются сразу к нескольким из названных традиций одновременно. Естественно, нужно учитывать облияние друг на друга некоторых из самих этих традиций. Так, и рост не раз ссылается на греческие мифы, а некоторые совпадения неистого Роланда с германским динамским описом трудно объяснить и нарище, как прямым или косвенным знакомством автора с историей Гелона. Точно так же, авторы многочисленных сочинений о Жанне Дарк ссылались на античные примеры, английские примеры, героические рев. Вплоть до середины XVIII века речь о таких женских персонажах велась преимущественно к героическому дискурсию. Даже у Орёста с его шутливой интонацией героическая исключенность продаманки и морфины не подвергается сомнению. И лишь Вальке, максимально заострившая ориостовскую тенденцию, заговорила в одной из воинниц в ироническом ключе. Но нужно подчеркнуть, что и его раздражала не героическая составляющая его образа, а статус святой девственницы. Ну, точнее, на тот момент почти святой, так как анонизация жанра еще официально не произошла. Эта героизация совершенно неудивительна, учитывая генезис образа. Таком типе персонажей писал, в частности, Виктор Максим Жермунский в книге «Народный героический эпос», связывая с ним мотив испытания борьбы. Отписывая мотив поединка в его разновидности в Жермунский указ «Рядом с боевыми темами, характерными для воинского века, в юридическом и прочестком всех молодых, широкой популярностью пользуются сюжеты богатерства и сказок». Среди неудобно архаических и универсально распространенных отметим в особенности воровские состязания между женихом и невестой и богатерством делом, германские сказания «Абдухильди», «Зипфуде», «Среднеазиатский», «Абдухпамыш» и другие. Убежденный герой, воинственная красавица обычно становится возлюбленной или женой своего победителя и после этого теряет свою богатерскую силу. И далее Жермунский пишет. «Сюда относятся древнегреческие амазонки, земные девовоительницы Шидмейд и полубожественные валькирии германского эпоса, воинственные героини древнеирландских садов, Шахмаме Фердуси и Давидуна Сосунского, «Арадские сказы» «Тысяча и одной ночи», «Тюркско-монгольского эпоса». К их числу должны быть отнесены удалые поленицы русских были. Сказания эти имеют универсальное распространение и автохтонный характер. Этим древним происхождением и повсеместным распространением мотива дела Боитницы не исключается, конечно, возможность поднейших литературных взаимодействий. Так, в более поздних французских и французско-итальянских поэмах героев гармонического стиля, как и в основанном на них итальянском эпосе эпохи Ренессанса, ульча Боярда Ореста, воинственная красавица, обычно сарацинка, становится своего рода модной темой чисто литературного характера. Отметим еще мотивы, которые Жанунский неизменно связывал с образом Боитницы, вне зависимости от места эпохи происхождения того или иного его варианта. Помимо главного из них уже названного, то есть испытания силы в брачном поединке, он говорил еще о таких, как сопротивление невесты на брачном ложе и потере богатырской силы при утрате девственности. В трактовке Жиронского все эти мотивы связаны таким образом с двумя темами войной и любовью, то есть фактически с традиционно понимаемым мужской и женской сферой и средостением между ними. Собственно, между этими полюсами образ дела воины связаны с не сюжетными мотивами и продолжают развиваться впоследствии, перейдя уже к чисто литературной области. Даже тогда, когда речь заходит о святой деле Боитницы, каково играть и Жану Дану, устойчивые топосы оказываются настолько сильны, что в сюжетах с ее участием особенно подробно развернутые, как правило, оказываются вплетен любого мотив, судя по источникам и никакого соответствия в исторической реальности не имеющих. Так Марина Цветаева, для которой образ Жанны был очень важен, писала, что Шиллер, приписав Жанне влюбленность в Дюнуа, поступил не как поэт, а как автор авантюрного романа. Отметим, что Цветаева здесь ошибается. Конкретно Шиллер, приписывая Жанне влюбленность не в ее соратниках Дюнуа, а в Астарте Арлеанс, потому что действительно бывало в исторических и литературных сочинениях. У Шиллера же Дюнуа влюблен безответно. А во врага, английского эра Целлианнеля, которого она побеждает в сражении, но позволяет ему бежать. То есть и Шиллера Цветаева здесь оказывается в плену эпифологических и литературных, я бы спал, гендерных стереотипов, окружающих опросвоительниц. Немецкий поэт воспроизводит стандартный мотив поединка с возлюбленным врагом. Причем уже в соответствии с поднейшими конвенциями заставляет свою героиню отпустить его. Так что она действует скорее как героиня Алиоста, между более суровой мифологической воинницей. Тогда как Цветаева, помню главное, наличие любовного мотива у Шиллера и ее, воплощающего именения к Жанне, которую она сравнивает с богиней Дианой, на основании девственной частиц, это забывает подробности. Но при этом вводит в своем суждении тоже очень древний мотив обеспечивающий ей силу и превосходство. Это мотив, восходящий к мифу, но подкрепляющийся в случае Жанны ее статусом святой. Очень отчетлива борьба исторического материала вкупе с легендами о святости и архетипического комплекса мотивов, в частности, принципиально значимого любовного мотива в покажке неопубликованной пьесе Марии Ивановны Лёйберг Жанны Дан 1919-1920 годов, где влюбленный в геройне мужской персонаж, в данном случае Жильдерец, получает даже больше экранного времени, чем она сама. То есть, оба своительницы при всей его гендерной неоднозначности почти неизменно тянут за собой вполне нормативные представления о взаимодополнительности двух порядков. Нас интересует прежде всего то, как древний и семантически культурно нагруженный оба своительница бытовал в русской литературе модернизма, где он, сохраняя память о мафиологических топосах, получает иногда крайне специфические и сложные интерпретации, связываясь с рядом гидрогенных источников и новым кругом идей. Представляется, что наилучший способ описать образ своительницы в произведениях русского модернизма состоит в том, чтобы идти не от имен героиня и связанных с ним традиций, тем более, что иногда героини безымянны, как, например, в стихотворении Гумилева «Поединок», или же носят неосвещенные традиции имена, как и также автор Фесси Гонба, а от возможных вариаций сюжета, которые весьма ограничены. Ведь основой сюжетов, связанных с воительницей, является ее противостояние мужскому персонажу, а ее борьба не на своей территории, ее отстаивание своей субъектности. То есть, при этом, это противостояние, как правило, осложняется любовь. Сам образ дела вольда строится на нестандартном соотношении гендерных ролей, ибо воинской доблести и физической силы традиционно мужские атрибуты. Ольга Тогоева в своем исследовании о Жаней Дарк называет такой тип героини словом «вирагу», не «вирагу», а «вирагу», то есть «женщина-мужчина». Характерно, что и в поэме Кузьмина в саде подобный персонаж получается в том же ангивалентном мировании девице-мужчина. Девушка Тогоева пишет, «девушка сознательно присвоила себе определенные знаки мужской власти, костюм, доспехи, оружие, звание военачальника, и в данном контексте декларируемый ей девственность становилась еще одним подобным символом, поскольку сознательный отказ к материнству представлял собой не что иное, как перевод к некой андрогенисти. Она игралась «вираго», данное понятие, заимствованное из восточной литературы, приживой в Западной Европе еще в раннем средневековье. Его развернутое объяснение давал, в частности, Рад Херверонский, 1890-й год, 1974-й год жизни. «Вираго», пишет, «то есть мужественная, женщина была названа впервые, дала мужественно сражаться против грехов и быть послушной словам Господа, мужчина в душе, но женщина в плоти». Связанная с образом воительницы сюжеты использует именно эту черту гендерной, а в предельных случаях, что особенно интересна, и половой амбивалентности. Как пишет Эконом по поводу подозрений в гермофродитизме, высказывавшихся относительно Зинаида Николаевна Гиппиус, присвоившей право писать в лица мужского творческого субъекта, исключительно с поэтического дара Гиппиуса вызывала сомнение. Может, такая творческая сила происходить из нормального женского тела. Но то же самое можно сказать и о воительнице. Их исключительность на фоне нормы гендерного дисплея не случайно рядом с воикиницами обычно показаны нормативные женские образы, заставляет ставить вопрос о том, может ли их сила происходить из нормального женского тела. Когда воительница получает сюжетнообразующую роль, хотя такая героиня может появляться именно ненарративной велики, где действие свернуто, сюжет приобретает на мой взгляд три возможные вариации. Если оставить на полет традиционное нормативное соотношение сил, которое при появлении этого персонажа теряет всякий интерес. То есть когда мужской персонаж не лежит. Первый вариант. Героиня представляется равный по силе мужским персонажем и происходит испытание силой или как это называют веселовские испытания, борьбой. В таком случае основные мотивы поединок, иногда сюжет может быть полностью сведен до него, но это и как ротоборство равных выражается. И любовь, ненависть. Вне зависимости от исхода поединка, кто бы не победил. Развязка этого сюжета обычно трагическая и сопровождается гибелью либо одного, либо обоих персонажей. Причем как в ходе поединка, так и в виде отдаленного его результата. Второе. Героине полагается равной по силе мужскому персонажа, но происходит сознательный отказ персонажа от испытания силы, и поединок в качестве основного мотива замещается любовным преследованием. Третий. Женский персонаж заведомо и неоспоримо сильнее мужских. Основные мотивы встречи и брачные решения, которые принимаются и на героин. Иногда возникают и более сложные конфигурации, сочетающие две из указанных возможностей, или даже их все. Если двигаться более или менее в хронологическом порядке, то одно из первых явлений воительницы на пороге между Серебряным веком и предшествующим периодом происходит стихотворение Брики Миршковского «Легенда из Тарквата Тасса», написанном в конце 1882 года. Представлен текст раздаточного тела. Создавая приложение эпизода из освобожденного Иерусалима, Миршковский избирает свои темы не второй поединок христианского лица Танкреда и сарацинской воительницы Клорины, ставшей основой множества живописных произведений, а также музыкальных и мудрегалов МТВ депридивок Танкреда и заканчивающейся смертью героини, неузнанной и сраженной влюбленным противником, а избирает он традиционно привлекавший гораздо меньше внимания первых людей этих же героев в контексте Тассовой поэмы как бы предугодовителями. Более того, он делает этот эпизод замкнутым в себе, ну, как бы не предполагающим рокового продолжения, как бы перечеркивая тем самым дальнейшие события поэмы. Заканчивается так, да? Не меч, не пролитая кровь, тут гитву грозную решила, лишь красоты благая сила, не ротворяющая любовь. Второй двой героев у Тассы проходит под знак возвращения флоридных христианской вели и спасения души героини на пороге смерти. Счастливое воссоединение обещано героем лишь за гробом в жизни вечной. При этом Миршковского, который уже в этот период размышляет о несовместимости веры и земной любви, должен был не удовлетворять такой сход. Не случайно в стихотворении, фоном которого является война с Верусалимом, возвращение к Богу Господня, собственно, о вере вообще ничего не сказано. Зато на первый план двигается идея красоты, недаром отказавшись от подробного описания поединка. От экскурса в прошлое, от признания Танкрея, то есть всего того, что интересует Тасса, и что в той или иной мере присутствовало в ранних двух редакциях этого стихотворения, Миршковский сохраняет несколько описаний внешности Клоринда, а из словесных форм у Тасса манеристское сравнение кровевоительницы с драгоценными рубинами. Хотя вообще Миршковский очень много прилагает Тасса, не переводит. Учительный финал провозглашает победу красоты и любви, делая, по словам Ксении Купон, акцент на преображении и возрождении личности любой. А вращение красотой по мысли раннего Миршковского имеет похожий на природу. Очевидно, что эти идеи представляют собой ростки будущих монументальных построений писателя, в том числе идеи третьего завета. Как писал Байчук, уже в ранней левике Миршковского берут начало те подчеркивающие разнообразие эстетическую, познавательную, чувственно-эмоциональную и эротическую привлекательность Витального дискурсивной стратегией, которые станут и писателя еще одной константой. Трансформируясь, они сыграют позже существенную роль в формировании его концепции язычества и затем святой плоди. Таким образом, по нашему мнению, Миршковского явно реализуется второй из записанных нами сюжетных вариантов. Причем, вопреки оригиналу, где в конечном счете доминирует первый вариант, связанный со смертельным исходом борьбы героев. Миршковский основной сюжет это эротический второй преследователь. Это касса поединка. Совершенно иначе реализуется сюжет с участием воительницы Валерея Брюс. В стихотворении «Бой» 1907 года из цикла «Обреченный сборников Сенапевы», который вышел в 1909 году, героиня, уподобленная валькирией Брунгильдия, побеждает героя. Хотя такой исход поединка с воительницей известен и в мифологии, фольклоре и литературе, он все же гораздо менее распространен, нежели обратный мир. Более того, Брюссов не боится окончательно опрокинуть гендерные роли и отчасти феминизировать своего лирического героя, приписав ему радость от поражения. Теперь он может сдаться на имя с победительницей. Сложность, однако, состоит в том, что, несмотря на любовно-страстные обертоны, вообще характерны для цикла «Обреченный», где эры сатанатес постоянно встречаются, Брюссов говорит не столько о мужчине и женщине, сколько о герои и судьбе. Ведь и Валькириев в германской орденавской мифологии не только в Айкинице, но и вестнице судьбы. Тема эта решается в контексте всего цикла, где борьба с роком, непокорствуемым и в конечном счете пафте героического самоуничтожения неизменно предстают последней судьбой героя, особенно в стихотворении «Голос», «Ответ», «Видение». Те же мотивы встречаем в других стихотворениях всех на певах, но приведу только несколько из многочисленнейших примеров. «Как плачу отдаться красоте, из плахи страсти крикнуть «Твой хочу», сравним с концом стихотворения «Героя радостно». Сдается. «Благословляю с тоном счастья неспешный ужас плодострастия, как смертный холод ли звера». Дальше. «И когда мы порой волей рока встречаемся, мы, привыкшие к жизни среди малых, бесславных, как враги друг на друга грозя ополчаемся, чтобы потешить свой дух поединком двух равных». Таким образом, сюжетно-мотивный конфликт, связанный с образом «Дела воина», получает у Брюсова глубоко личный смысл отношений с роком. В равных, разумеется, первого и пожарно наиболее распространенного и записанных выше сюжетных вариантов. То есть, тот, где главный поединок. Явно под брусовским влиянием в 1909 году Николай Гумилев пишет стихотворение «Поединок», вошедшее книгу «Жемчуга» 1910 года и впоследствии значительно измененное для издания «Жемчуга» в 1918 году. В раздаточном материале приведен последний вариант в 1918 году. Гумилев повторяет событийную схему боя, когда героиня воинства содержит победу над героем. Во-первых, доводит поединок до смерти героя, а во-вторых, переносит события из будущего в прошлое. То есть, нереческий герой говорит, как бы из-за гроба. Прием, который Гумилев неоднократно повторял, но который был, если не придуман тем же Брюсовым в скандальном митрофическом стихотворении «Призыт» 1900 года, то, во всяком случае, введен им в активный оборот. Как у Брюсова, галерический герой Гумилева, вопреки собственной смерти, фактически благословляет героиню исход поединка, что особенно очевидно в первоначальной версии, где герой демоничен, а героиня принадлежит светлому поясу. Повторяем, гербе не винаселилий, в моем «Багряные цветы» или «Страшна борьба между днем и ночью», это из первоначальной версии, «Но Богом нам она дана, чтобы люди ели ворочью, кому победа суждена». Или «Я задыхаюсь в муки черной и побеждает красота». Подчеркивается при этом вечная любовь, связывающая героев. Но в данном случае происходит все это не в рамках сюжета отношений с роком, а в рамках сюжета самоопределения. Дело в том, что чуть ли не во всех произведениях гумилёвых, где в том или ином виде появляется воительница или валькирия, или даже просто вооруженная героиня, как, например, стихотворение «Я не буду тебя проклинать» с 1909 года, в песе «Гонго» с 1916 года, в стихотворении «Ольга» с 1920 года, реализуется единый мотивный сюжетный комплекс. Воительница неизменно оказывается вестница смерти не героя, которая приятно связана с неотношениями любви и привлечения, а отнюдь не вражду. Героиня-воительница способствует проявлению «Я героя» и его самоопределению, как демонического персонажа в поединке, как христоподобного небесного царя Гондля, как отставшего от древних ратий воина Вольги, и это самоопределение оказывается для него смертельным, и в то же время им ожидается благословляться. При этом задействуется в основном первый тип сюжета, о которых я говорила, но отчасти и второй. Так происходит в пьесе Гондла, где героиня дочь, воинственного исландца и набожной Ирландки, имеет двойственную природу и в опостасе яростной веры спроецированной на Валькирию Брюнхель. «Я приду к ним, как лебедь кровавый, напою бессмертным вином боевое слепительное слава и заставлю мечтать об одном, чтобы кровь пламенела повсюду, чтобы села вставали в огне, я сама, как Валькирия, буду перестроен летать на коне». А в опостасе нежный ларик, она, соответственно, спроецирована Марию Багдалеву. «Я созавершаю отцелжественной христоподобной смертью героя от собственной руки и в результате обращениям Леры, освобождением от терзающей ее двойственности, а также поведенную победу вечной сакральной любви, когда Лера Лайкс с телом мертвого, длинной еще в воскресность годна, отправляется по свободному морю любви в некий мистический локус. Таким образом, у Гумилева в произведениях с участием боительницы меняется лишь оценка женского антагониста — песнице смерти, возлюбленной и проводнице в иной мир, а на этой основе и потенциального восприятия читателем самого героя. Но базовые элементы коллизии с участием этих двух лиц остаются неизменными. Если в поединке Дева Света побеждает темного героя, а в Гонли, напротив, христоподобный герой с своей смертью спасает героиню от мучительной двойственности, то в Гонли герой пытается следовать за яростной язычницей, что является очередной звеном гумилевской диалектики. Эта повторяющаяся коллизия оказывается связанная с самой сутью поэтического яа гумилева, вечной борьбой активного, авантюрного, даже воинственного начала, начала пассивного, мистического уведомления в себя. Особый случай соотношения первого и второго типов сюжета с участием воиновницы представляет собой поэм Михаила Павлина в саде 1908 года, где воинница Браманта, спровоцированная на Брадаманту из поэма Мариоско Мистовый Ролан является скорее второстепенным персонажем истории, суть которой составляет эротический квест эзотерическое путешествие героя-всадника в поисках истинной совершенной сакральной любви. На пути к Амуру герой встречает три персонификации любви профанной, несовершенной, первой из которых становится воинница, фигура, отстворяющая собой любовь-неновость. Наверное, не буду зачетать эту цитату, поскольку она у всех есть. Скажу лишь, что здесь собраны чуть ли не все топосы, связанные с образом воительницы, амазонка, и с первым основным вариантом сюжета с ее участием. Ну, это независимость и даже мужа-ненавистничество, мужа-ненавистничество героини, необходимость мужчине лишь для рождения потомства, да, она говорит, миру, дать вождя мне дух веща. Дальше, это мотив борьбы двух равных и брачного испытания поединка, да, и любовь враждала, и гендерная двусмысленность, да, девица-муша она называет, и прочее. Отметим, что далеко не все эти топосы имели отношение к прототипу броманта, ариостовской бродаваннице, и говорят уже о том, что у ариоста в сюжетной линии броманта и ручьера как раз реализован второй сюжетный вариант с отказом от поединка. Получается, что мы имеем дело с феноменом поэтической пропамяти. Кузьмин моделирует основной сюжет своей поэмы по образцу той сюжетной схемы, которая характерна для поэм ариоста, идущей от нее второй вариант с сюжетом о воиннице, то есть это любовный поиск, эротическое преследование, но при этом наделяет собственную героиню воиннице главные персонажи поэмы всадник и амур наделены всеми же чертами гендерной неопределенности, что характерны и воительниц. Если воительницы маскулинизированы, то они напротив феминизированы. И при этом еще и бомосексуальностью. И тут стоит вспомнить нередкие импликации бомосексуальности амазонок. Да, как, например, у цитала. Получается, что как у ариоста друг друга ищут рыцари Роджьера и Родаманта, так и у Кузьмина во всаднике и родственном этой поэме цикле сети, рыцарь ищет и спасает вазубленных. Таким образом, Родаманта у Кузьмина оказывается по-добре важным персонажем, чем может показаться. Ибо хотя она появляется в всего лишь нескольких строфах в начале поэмы, память о связанном с Бродамантой сюжете встраивается в событийную схему в садниках. И в образный строй кузьминской поэмы походность трансформируется в символистов гнастической духи в рамках мистериального сюжета о спасении для достижения сакрального центра. Не случайный садник явившись к комуру говорит, я путь прошел не забитнавший ризу. Этот же мистериальный сюжет для них в основе творчества Роджерда Блока, в частности креативной рецепции им образа воительницы. В его случае речь идет преимущественно о Брунгильде в армурской интерпретации. Помимо Брунгильде у него возникает еще неясный а присвоительница вообще, в богине Брами, цитирую его, образ собирательный, особенно в ранней лерике, например, в стихотворениях «После битвы» 1900 года, «Блаженный, забытый в пустыне» 1902 года, «Зову тебя в дому пожара» тоже 1902 года, «Мой остров чудесный» 1903 года, «Заклинание» 1903 года и ряде других. Но поскольку творчество Блока во все периоды протекало под знаком Барнера, все-таки именно образ Брунгильда имел для него особое значение и отразился в целом ряде его произведений, хотя в существенно модифицированном виде. Блок почти никогда не воспроизводит целостный сюжет, будь то архетипический сюжет борьбы героя и героини, или вагнеровский сюжет, пробуждение героем спящей и некогда пожертвовавшись собой ради его спасения воинницей, краткого брака, ухода героев в широкий мир, загляния на возлюбленной и узнавание на пороге смерти спровоцированной героини. Или даже он почти никогда не воспроизводит последовательный ряд сюжетных звеньев. Почти всегда дело ограничивается узнаваемым мотивом, рядом мотивов, которые при этом соединяются с генетическими иными, и вплетаются в другой сюжет, сюжет, обусловленный автобиографическим мифом Лока в основе своей имеющей софийный миф в двух взаимодополнительных вариантах оплененной спящей мировой душе, подлежащей спасению героям, и оплененным злыми силами героям, освобождаемых софийным героиням. Нетрудно заметить, что в истории Зикрида и Брунгильда присутствуют обе ситуации. Герой будет спящим мертвым сном валькирием, но затем сам подпадает под действие злых чар и забывает свою первую любовь, причем пленяет ее, отдавая Брунгильда же пытается спасти Зикмунда, отца Зикрида и до некоторых степеней его двойника, особенно в сознании Блока, и самого героя, еще в чьи его матери, за что и платят статусом бессмертной деловой кемии. В последствии она способствует пробуждению Зикрида от забвения и гибнет вместе с ним. По нашему мнению, сюжет о Зикриде и Брунгильде в Агнерской обработке получает отзвуки не только в тех стихотворениях, относительно которых существует исследовательский консенсус, как, например, Бред 1905 года, Ты пробуждалась Утромравом 1907 года, За холмом Отзвенели Упруги Ланда 1907 года, а это в основном велико второго тома. Я думаю, что уже и сюжет стихов о прекрасной даре может быть осмыслен в Агнерских образах. Возможно, что неслучайно, кстати, Англия Белая прямо сопрягает образы Софии Брунгильда в статье «Лук зеленый», который Блок начинает, не читаясь. Только зревые лепестки вечных роз могут утешить жгучесть адского пламени ближущего теперь мира. Вечная жена спасает минуту смертельной опасности, недаром вечно женственный образ Брунгильды оповязан полным моряком. Возможно, что до декабря 1900 года, когда задокументировано посещение Блоком Оперы Акилиев в Мариинском театре, это были непреднамеренные парамели, но тем важнее внутреннее совпадение двух сюжетов Вагнеровского оперного цикла и автобиографического мифа Блока. В первом доме левики постоянно присутствуют мотивы, вполне вписывающиеся с одной стороны в Софине сюжет, начальное звено которого у Блока описывается как мгновение слишком рядкого смеха, то есть мистическое прозрение прекрасной дамы, вступление в пустыню, а с другой стороны сюжет зикры и другие. Это прежде всего мотив огня или зари на горе. Стихотворение «Ищу спасение», «Ты отходишь с ума калой», «Ты горишь над высокой горою», «Я все гадаю иду тогою», «За городом в полях весной воздух дышит» и другие. Причем нередко мотив огня на горе связан с брачным мотивом. Как и всегда «Стихотворение» например, стихотворение «Я утром зажигаю свечи». Затем отметим мотив «Священные весны». Например, в стихотворении «Я укрыт давление в пределе» в цикле «Молитвы». Тут нужно вспомнить образ весны и мая в кольце Небелунга, особенно в опере Балькирия, где, говорите, в двери к нам вошла весна, мрак зимы тихи перепобежден весной, в горячем локзане здесь есть любовь и весна, ну и так далее. Постоянно один клеит мотивы. Дальше мотив «Схожие спящие волшебным сном царевны». Блока множества стихотворений, например «Тихо-вечерние тени», «Спи да будет твой сон спокоен» и «Дали слепы дни безнырны». Следующий мотив «Ведущие измены героя» или «Убежение героини», изменение ее облика. Например, «Будет день свершиться великая» и «Праздрение героя на пороге смерти», как в случае «Молитвы тайны твоей». То есть это все стихотворения с 1900 по 1904 год. Героини этой лилики безусловно существо божественное, причастное в Вашингтане. Но и Брунгильда ведь, дочь верховного бога, мудрая дева, учащая зиквы дарунам и заключенная в них божественной мудрости, знания вещих, рун, святых, как для бренда Вагнера. Если в первом томе лилики основные вагнеровские мотивы, связанные с образом Брунгильды, это море огня, вокруг спящей на горе колдовским сном героини и ее пробуждение героем, то во втором томе их место занимает мотив измены Зигфрида и в результате его смерти, так что подвиги героя оказываются отнесены к радикальным прошедшему, как, например, в стихотворениях «Поют краснее мид над гордом» или «Бред». Оба 1914-го года. При этом в ряде текстов содержится надежда на грядущее спасение героя-героины, подобно тому, как это происходит в стихотворении первого тома «Дали слепых дни без гнева», где девица поднимает щит, упавший из руки побежденного героя «Законяк». Так что эта фаза нередко осознается как временная. Как, например, стихотворение «Так, как Ролеон и Тарна Певна», «Когда я создавал героя», «За холмом оценили округие латы» в 1906-1907 годах. «Поютница», как и вообще героиня второго тома лирики, приобретает черту змеи, «Валкирия», «Дева-змея», что принципиально для агностической основы автобиографического «Лифт-лог». Как пишет Дима Хмутна-Магомедова, мотив героини-змеи, столь важный для релики всего второго тома, имеет соответствие в агностической мифологии. Речь идет об афитах змеепоглобниках, учении которых змею принадлежит бойственная роль. Чаще всего змея – это сама София, которая одновременно и против поставленных творцов, и приносит луги знаний. Блоку этот вариант классического мифа был хорошо известен по знаменитому стихотворению Владимира Соловьева «Песня Афита». Той же двойственностью отмечена и боительница во втором томе Лирики-блоках. С одной стороны, она является собой темный полюс, она противопоставлена Солнце Богу, приведена в стихотворении в раздачном материале, либо же губит солярного героя, несмотря на свою любовь к нему. А с другой стороны, она светлого героя спасает, дарит ему мудрость и сил. Она представляет темную демоническую сторону жизни и воплощает жизненную стихию во все ее победительные сложности. В наименьшей степени образ воительницы значит в третьем томе Блоковской Лирики, где нет стихотворений, в которых она представала бы как целостная фигура, определенный персонаж. Скорее, черты, характерные для нее образы у Блока и сопутствующие мотивы, рассеянная, фрагментированная, придана реальному героину. Я ее победила наконец, в 2009 году, когда мучительно восстали, где обойти в длинных залах, мальч жестокий с белыми ночами, он ведь не расколдуешь сердце ты. Этому факту фрагментированности героиниру воительницы в третьем томе Блоковской Лирики соответствует и то, что в этом томе важнейшим вагнерфским мотивом становится забвение героя. При этом воительница, сохраняя и прежде свойственные ей черты сходства с ангелом и Девом Марией, начинает ассоциироваться убогуще из родины в творениях табуны изов рогов перезыбных в цепи на поле культуры. Тут я делаю очень маленькое отступление и скажу, что соотнесение воительницы дела Марии глубоко укоренено в истории культуры, то есть оно кажется сначала неожиданным, но на самом деле оно тоже вполне себя потипичным. Как показал Ольга Тогоева в книге о Жене Дак, такая параллель расходит еще крайне средневековому соотнесению Богородицы и Афины Павлада в их функциях защитницы города, подкрепленному также связью между ними через важнейший для обеих мотив качества. Исследовательница приводит многочисленные примеры, как текстуальные, так и иконографические, сближающие демо Марии с фигурой военцинец. Например, близость к этим функции ремесла от качества идей покровительства в случае Богородицы подтверждалась изображением так называемой Виргу Милитанс, на котором она была представлена в доспехах римского воина с крестом-скипетром, отсылавшим к иконографическому типу Кристос Милитанс, но при этом сжимавшие левой руки два вельтена. Интерес представляет образ демо Марии в центральной части так называемого алтаря Альберта. Богоматия была представлена на нем в доспехах рядом со столпом Давидовым, сооруженным для оружия. Еще одна общая характерно составляющая их надстойчиво декларируемая девственность. Данное отличительное свойство оказывалось также связанным с темой защиты города и страны. Ну, на этом я заканчивала и скажу еще в отношении блока о том, что все представления блока, связанные с воительницей, наиболее отчетливо и выражены в пьесе «Песни судьбы», где они открыты вписаны гонастические ливы. Причем моменты, связанные с грунгельдой из вагнаркского сюжета в «Песни судьбы» распределяются между двумя героинями Фаина и Елена. И это дает дополнительный повод в поддержку уже высказывающейся гипотезы о том, что Фаина и Елена представляют собой не две разные сущности, но две ипостаси одной героини. Как опять же писала Дина Махмудовна, Фаина стихийный землополярный двойник Елены, воплощает черты падшей сапфии, заключенной в темное тело, отмененной и тоскующей, тогда как Елена София в славе. Елена наделяется внешними чертами Махмудовны, тогда как Фаина особенно в более откровенных, неже финальной версиях черновиках. Так Анна, ставшая в окончательной редакции, монахом, рассказывает. «Я был когда-то честным воином, как твой прекрасный герман, Елена. Помню, когда я упал на щит в шумящем поле, белое дело, похожее на тебя, Елена, обняла меня и подняла над землей. В некоторых вариантах она даже появляется в серебряных латах. Кто это? Какой белый ангел? Белые одежды, серебряные латы, золотые пряди волос. Здравствуй, Елена. Умирающий Герман также видит Елену в роли валькирии. Фаина же ведет себя как воительница, что опять же заметили в черновиках, где она бросает вызов герою и, можно сказать, побеждает его физическим актом насилия. В этом, в обученной ремарке, звучит тема любви и ненависти. Цитирую. Взвившийся бич, сухим блеском бьет его по лицу, раз оставляя на щеке красную полосу. Каким-то случайным движением, согнувшись, он падает на колени и с изумлением и обожающей ненавистью смотрит на Фаина. После сцены поцелула, где очевидна инверсия гендерного поведения героев, нередкая в сюжетах хаваит лица, как и динамика притяжения и отталкивания. Цитирую. «Она поворачивает Германа за плечи, лицом к себе и смотрит ему в глаза. Он закрывает глаза. И тогда сильным движением, как лица, она обливает его шею руками и целует его с жадным любопытством. Потом отталкивает его». Фаина стоит перед героем, как львица перед львом, как земля перед солнцем, как судьба перед героем. Рядом с образами мировых хрипок, мирового оркестра, явно отсылающим к Вагнеру, как показан Дима Хмутной, это уподобление, конечно, ведет к Грунгильде, которая в буквальном смысле определила жизнь Зигфрида со всеми ее основными событиями и его смертью, то есть выступила по отношению героя именно как судьба. Таким образом, в типологическом соотношении основная линия блоковской креативной рецепции образа воительницы соединяет две сюжетные возможности, казалось бы, противоположные и с трех. Героиня представляется равной мужскими персонажами и происходит, с одной стороны, испытание силы в широком смысле, причем оно сопровождается гибелью либо одного, либо обоих персонажей, пусть и видя отдаленного результата, а с другой происходит отказ персонажа от испытания силы и поединок в качестве основного мотива замещается любовным преследованием, эротическим поиском. Благодаря тому, что у Блока основной сюжетной коллизии является гностическая коллизия спасения, пробуждение одного персонажа другим, причем статус спасающего и спасаемого оказывается меняющийся, нестабильным, оценивающим, как, собственно, факт осуществления или неосуществления и интенции спасения, эти сюжетные возможности чередуются, мерцают, взаимоотражаются. Так, Фаин и Герман, несомненно, связаны отношения любви и вражды, и героини даже побеждают героя в полуметафорическом поединке. Но при этом Герман признал спасти героину, тогда как в другой своей ипостаси, Елена, напротив, именно героини не в перспективе спасает героя. Таким образом, образ воительницы, связанный с ней сюжет, получает у Блока крайне своеобразную и сложную интерпретацию, нелинейную при этом. Еще в большей степени, чем для Блока, важен образ воительница в творчестве Марины Цветаева, у которой он появляется в разных вариациях и под разные имена. Это и Пифиселея, и Бронгилд, и Царь-девица, и Антиопа, и Мария Марегля, и еще другие, становясь ее альтер-эго. Цветаева неизменно осознает себя амазонкой, или, как она сама говорит, единоличным бойцом, хотя само содержание этого образа постепенно меняется. В ранней религии это своего рода разбойница, беззаконница, стихийная героиня, свободно проявляющая себя в мире или муравлении, как в стихотворениях «Молитва» 1909 года, «Дикая воля» 1909-10 году. Почему эта линия продолжается и в более поздней минуте, как, например, в стихотворениях «Коли милым назову, не соскучишься», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес», «Бог от небли, рабе послушный» и другие. С 1914 года амазонку Цветаева начинает приниматься еще и как подруга, в лесбийском смысле, как женщина, не нуждающаяся в мужчинах. С 1917 года, что, видимо, не случайно, и совпадает с этими историческими событиями, поительница обращается в Жанру Тарп, правительницу и спасительницу, наделенную божественной миссией, как в стихотворениях «Руан» 1917 года, «Был неподдан с высоких небес» 1918, «Свинцовый полдень диригенский» 1918, «Не понраву я тебе и тебе» 1918, «Бог, я живу», «Бог, значит, ты не умер» 1919, «Приквождена к позорному столбу» 1920. Эта миссия у Цветаевой, особенно в 1921-1922 годах, понимается как отказ от всего мирского ради поэтического призвания, ради мистического соединения с гением. Как особенно явно, это видно в поэме «На красном коне» 1921 года. В то же время сохраняется почти неизменное у Цветаевой представление о силе величества героини, которое реализуется в разных обличиях. Так, с 1923 года на первый план наступают так называемые разрозненные пары Ахинтон Феселея и Зиктет Бунгильда, с которыми связаны мотивы трагического разминовения равных. Причем равенство понимается и как дубинное родство, братственность, их ротоборство, «Люди и вражды», как в стихотворениях «Двое» 1924 года, «Клинок» 1923 года, «Очерках» Натальи Гончарова 1929 года, «Отец его музей» 1936 года, «Письмо к Амазонке» 1932 года. Наконец, к 1927 году Амазонка принимает образ мужной ненавистницы, презрительной к жизни плоти, но при этом нежной матери, жертвующей собой ради сына, как в драме Федра. Все эти постаси так или иначе проявляют себя в письмах и эго-документах вплоть до 1937 года, хотя доминантом остается мастик силы, не нашедшей себе равных. У Цветаева в разных произведениях реализуются все три варианта сюжета о Валилинец. Причем третий, легчайший, вообще говоря, тип, базирующийся на таком соотношении сил, когда женский персонаж, заведомо неоспоримо сильнее мужского, заметьте, что пока еще не приводила я примеров текста, где он придется. Предельно отчетно представлен в поэме сказки «Царь-девица» 1920 года с ее гендерным перевернущем. Герой феминизированный и инфантилизированный, а героиня мускулинизированный. Неоднократно подчеркиваются мужские особенности ее даже физического облаха. Подвоенной, до подвеской, с такой, чуть не треснула из челнок с корлукой. В грудь прямую, как доска, втиснула два кулачка. Всей крепостью неженских уст уста прижгла. В том, девица она или муж, сомневаются даже морские обитатели. Каску хвостатую ведет ветра и мышит на бекре ростом-то башня, в плечах-то касая сажей. Как порой и другие персонажи, например, нянька-царь-девица, ее воинство, царевич с вами видениями после третьей встречи, они говорят о ней в мужском роде, что объясняется, разумеется, и грамматически с согласованием по слову «царь». Но и семантистически тоже. Андрогинностью героини, чьи мужские черты особенно рельефно выступают в органичной ей обстановке, в собственном царстве, на военном смотре, на корабле. В ряде мест поэма она предстоит как святой воин. Грудь в светлых латах, лоб обломом, с подсолнечником ранее, как из одной груди тут гром, сам Михаил архистротик. Такая мускулинизация, хотя и очень велика в царь девицы, все же еще не достигает своего максимума, который можно констатировать тогда, когда гендерные метаморфозы переходят в половую. Еще Алексей Веселовский, описавший образ девушки-воина на материале народных песен, были и сказок, причем только таких, где присутствует мотив испытания пола, в связи с базовым мотивом неузнания героини в мужском платье с мужским поведением, говорил и о мотиве перемены пола, женское переодевание в мужское платье его более слабой формы, часто сопутствующий основной. Более подробно он его исследовал в работе «Круассанс-Крессенс» и «Средневековые легенды о половой метаморфозе» в 1881 году. Совершенно не случайно, по нашему мнению, что незаконченная повесть о Святомире Царевича Вячеслава Иванова, которую он писал с 1928 по 1949 год, кстати, тоже произрастающая из гностического мифа о Софии, по свидетельству Сергея Парковского должна была завершаться тем, что, цитирую, «должен был он с Серафим Святой Мир просиять после второго чудесного воскресения в образе царь-девицы и утвердить свое благословенное царство». Ну и, тоже из Марковского, «но и эта вторая смерть оказалась неокончательной. Воскрес Серафим Святой Мир в преображенном виде в образе царь-девицы, владыке праведного, умудренного, опять-таки по-напорскому роду, ведением постороннего мира и просиявая его царь-девицы государствование на очищенной от зла земли». Образ воскресшего из мертвых святомира сказочного царь-девицы, это цитата, «сказочный царь-девицы», несомненно, отчасти ориентирован на стихотворение «У царицы моей есть высокий дворец» Владимира Соловьева 1775 года, а оно, в свою очередь, на царь-девицу Яхова-Полонского 1780 года. И у Соловьева героиня тоже в каком-то смысле воительница, поскольку о ней говорится, о ее действии, и незринутые темные силы вопрах. Андрогенность таким образом предстоит принципиальной чертой образа воительницы с одной стороны и образ агностической Софии с другой. Недаром в литературе русского модернизма эти две фигуры так часто проецировались друг на друг. Наконец, стоит отметить и тот вариант образа дева воительницы, который создается под пером Софии Яковлевой Корнок и, по нашему мнению, в рамках творческого диалога Цветаева противовески. Ну, вообще, те редкие исследователи творчества Парно, которые существуют, очень не любят говорить о... вообще делают какие-то сопоставления с Майей Цветаевой и говорят о том, что она поэт достоин внимания сама по себе. С чем-то сомненно я должна согласиться, я тоже считаю, что Парно больше так. Но вот в этой, в данном докладе я никак не могу отказаться отца Парно и Цветаевой. Как бы мне этого не хотелось, потому что, на мой взгляд, оно отчетливо здесь ядно. Продезидентно связанные с воительницей мотивы и сюжеты появляются в стихах Парно, как в основном в эпоху тесного общения с Цветаевой. То есть, в 1914-1916 годах. Или, как его оголоски. Например, в стихотворениях «С новой на профиль вылежу я твой крутолобый» 1914 года, Санет, 1915-го, Журагу «Потянули книгу» 1915-го, «Пенфиселея» 1916-го. Себя своительницей лирическая героиня Парно обычно не ассоцирует. Этот образ, даже в ранние ее лирики, соотносится не столько с ней самой, сколько с адресатом ее стихов, то есть Цветаевой. Или же, в крайнем случае, с лирической героиней как двойником адресатом. Вот как раз то стихотворение снова на профиль бежит, вот приколол. То есть не прямо, а как бы в виде отражения. Тогда же, когда сама лирическая героиня представит воительницей, как в триптихе «Пенфиселея», она оказывается таковой лишь отчасти и поневоле тяготится своей ролью, вплоть до того, что фактически слагает оружие в бою. Отказ от борьбы сближает событие триптиха со вторым типом сюжета, хотя героиня поднимает, что в принципе для этого сюжетного варианта не свойственен. При этом воединок разворачивается и в сюжетном, и в авто-метарефлексивном плане, поскольку в первом из них героине предстоит новое бюджетное, а во втором новое сафо. В сюжетном плане она сражается с Ахимом. В метарефлексивном же разворачивается Агон, Сафо и Алкея, о чем свидетельствуют и использование древа от Алкеевой страфы, и многочисленные отсылки книги Вячеслава Иванова «Алкея и Сафа» 1914-1915 годов. Все эпиграфы книги Розы Пьерри, где опубликована была Беларефиселия, именно из этой книги Иванова. И в этой книге поэты предстоят духовными противоположностями, причем именно по критерию нежности и способности к прощению, которым отличается Сафо, по мнению Иванова, и воинственности буйного пыла, свойственными Алкеями. И, наконец, в третьем он и сказательном плане разворачивается спор парнок с цветами, как он подложившийся за чертой пяти. Поздние диреки подмог и реческая героиня уже неизменна и не двусмысленно противопоставляет себя воителям и военцам, чей дух и чушь и враждение. В заключение скажем, что в русской литературе модернизма архетипический образ проигрывается и связанный с ним мотивный сюжетный комплекс, приобретает характерный именно для этого времени амбертура. Так почти неизменно они в той или иной мере связываются с основным символистским мифом о спасении души мира и своим дополнительным мифом о спасении душой мира избранного героя. Дальше, с оккультно-эзотерическим поиском и мистическим отвечаем. Дальше, с автометой рефлексией литературы и крайне высоким представлением о миссии поэта-творца. И, что очень важно в контексте нашего проекта, с проблемами пола-гендера, которые в конечном счете определяют и все вершеперечивание. Военцам появляется в произведениях как авторов мужчин, так и женщин. Но, как ни трудно заметить, женщины более радикально конструируют гендер. У авторов мужчин особенно блока, чей лирический герой соответствует традиционному амбуа воина и рыцаря, военцам нередко лишается такой существенной изначальной черты, как определенное мужеподобие. У него нет даже Вагнера, присутствующего мотива неузнания девы в мужском обличии. То есть у него она внешне, по крайней мере, совершенно коммунизированная. Тогда как у авторов женщин она более гендерно-неконвенциональна, мускулинизирована. Особенно Цветаев не боится предавать своим героям внешне мужские черты, чему акуфиозом становится заглавным образ появится девица, хотя это не только там есть. Кроме того, у мужчин героиня-воительница, как правило, оказывается сюжетная самостоятельно, выступает лишь в паре с героем. Даже тенденция присутствует и у авторов женщин. Например, в «Жанне Дарф-Лёберг» «Спасение Франции делая воительницы» оказывается оттеснено на задний план сюжетной линии любви к Жанне и Желедеретце, который оказывается главным героем но есть и противоположное. Так у Цветаева и воительницы обычно не только бесконечно превосходит мужских персонажей, которые в свою очередь предстоят феминизированными или инфантилизированными, или и то, и другое, но и зачастую вообще не нуждается в них, либо как святая праведица, герой бога на земле, отрицающий плоть вообще, либо же как амазонка, презирающая мужчин и в них не нуждающиеся, но не женщины. В конечном счете образ воительницы оказывается своего рода пробным камнем для гендерного порядка русского модернизма. В нем начинает размываться медленные с трудностями обступать в бинарные и комплиментарные противопоставления полов, о котором говорилось выше. Эссенциализм оказывается весьма затруднителен, когда воительница попадает в фокус зрения. При этом, хотя категория фемининного по-прежнему имеет тенденцию функционировать в сюжетах с участием воительницы несамостоятельной, но в паре с категорией эскулинного, воспринятым как оппозиционной линии, так бывает уже не всегда. Иногда она функционирует и вполне отдельно. Кроме того, в ряде текста героиня воительницы представляет как сильный элемент пары. Воительница как бы отвоевывает себе субъектность, но принципиально, что происходит это за счет того, и это важно, что она оказывается противопоставлена другим, нормальным, обычным женщинам. Сюжет по разводу в текстах как правилость и героин вполне нормативна. Любопытно также, что и воительница подвержена модернистским представлениям о женщинах и женском. Она нередко оказывается либо существом ангельским, божественным, как у Блока, например, либо же звереподолк. Но особенно у подолк вырисовывается и понимание воительницы как человека в высоком смысле слова, как носителя гуманных, культурных начал в противоположность звериной жестокой натуре. Но не только мужчин, а людей вообще. И вы, как говорилось выше, если в сюжетном плане спор лирической героини Парнар и Фессилей идет с Ахиллом, то в жизнестроительном святая. Таким образом, сюжетно-мотивный комплекс связанной с воительницей демонстрирует в литературе русского модернизма большое разнообразие вариаций и показывает, как давно сложившиеся мыслительные и художественные конструкции. Так и тенденции к новому пониманию генера, в частности фемерного. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? У меня такой вопрос. А что здесь идут? Это самое. Значит, первый вопрос. Я не поняла. Я начну сначала доклад еще. Слово, которое женщина на латыни. Как это? Фираго. Удаление должно быть фираго. Фираго? Спасибо. Да, фираго точно. Спасибо за это уточнение. Воскольку я не латинист, то... Вообще забавно, потому что я стала проверять, где это слово употребляется и... Ну, чтобы проверить удаление, потому что мне показалось, что должно быть фираго. И нашла, что его придумал, ну, не придумал, а использовала ироним, когда переводил бытие, чтобы перевести слово от Евы, потому что там в Еввите там игра слов мужчина и женщина, я не знаю, я не буду играть, но там слова подобные. Ну, типа как мэн, гуман. В русском очень трудно говорить грустов. Мужчина и женщина совершенно разные слова. А мэн и гуман, например, близкие. Ну, типа гуман это почти мэн, только немножко другой. Вот в Еввите там то же самое. И вот он придумал вир, ну, там использовал слово вир-герав. Не могу сказать, что он первый раз в жизни использовал такой фон. Вот. То есть у него на самом деле забавно, что вирал был из-за человека просто женщина, которая сделана из мужика. А хотя бы сделана из мужика. Сужеты не будут, расскажите, что это есть. Далее, я знаю, что-то вопрос. Я, может, что-нибудь поняла, как человек, который полно знаком с театрой русского мудранизма. Но вот эти вот первые стихи, которые я так с интересом читала, Мерешковского, наверное, наверное, Брюсова и Гумилева. Остальные как-то меньше. А их сексуальный потекст вообще немного должно быть исследоваться, потому что полно совершенно очевиден, что это будет. Ну, смотрите, следит на аналитете от нас, никто... То есть наводительницы не совсем в том смысле. Я не знаю. Я лично... Да, начну с того, что я бы сказала, что как-то сильно исследовались. Во-первых, маленькие стихотворения никто не любит читать прицельно. Да, они обычно исследуются в каком-то большом контексте, всем гископом. И такого close reading, что называется, никто не производит. Это касается и Мешковского, дачи, они тексты вообще особо никого не интересуют. И в рецензии занимаются статьей, которые... Ну, это что, статья хорошая, но тексты, тексты Мешковского, разве он там и стоит таких усилий? Вот. Это первое. И плюсов у нас лежит неопубликованное еще в большом количестве, да, то есть там много чем можно заниматься. Единственное, что приобретало внимание подробное, был поединок Кумилёва, его... Ну вот там это вообще просто... Ну, я не знаю, кематично не заметить. Его исследовала... Про гибкость стали и гранит, и про еще не умер звук рыдания, еще фуршит мой белый шок. Ну, это действительно... Про это творение я писала сама, я считаю, что там много пентесилеек лезть, то что там... А, да, да. Вот этот волк, который разрывает... Да, помните, тут собаки, которые разрывают героя, и вообще там много таких отсылок. Вот, просто у меня поневоле я сделала из очень большого объема, да, написанных статей и текстов. Очень маленькие, ну, как маленькие, все равно очень большой, но маленькие, по сравнению, сравнительно, да, тексты, так что многие нюансы, ушли, и многое я... осталось непонятным. Просто напрашиваю эту статью на тему сексуального подтекста поединка девы-воительницы. Ну, то есть это... Ну, я, 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 понятно, это понято, понимаете, поскольку, вот, я начинала с Женунского, да, у него поединок, это вообще, так сказать, брачные игры, перед, сослосочной главой, правда, кто, болезни, так сказать, победил, тот на ней женится. Это конденция, это немножко другое, это есть, и в античности тоже идет сюжет про золотое яблоко, когда ее обманывают за другую золотое яблоко, которую яблоко бросили, которая всех убивала, не хотела замуж, ее надо было обогнать в беге, но она бегала быстрее всех, и всех женихов тупо убивали, пока один самый хитрый не придумал кеду золотое яблоко, она, будучи женщиной, просто остановилась, подограли, а он все время кидал, и так ее обманула же не восстановить, то есть нет, этот сюжет есть, но там в самом тексте поединков пинфесилеи, ипполиты, антиопы, и не с тем числа этих амазонок нет сексуального подтекста, по-моему, я думаю, я не могу сейчас воспроизвести это. Подождите, если говорить о сюжете «Ахилла и пинфесилеи», то, на мой взгляд, они там совершенно отчетливо присутствуют, и более того, ну, мы-то знаем, сам вопрос о Гомера поэме, да, и прочее, но насколько я читала об этом, насколько я понимаю, там были такие вполне некрофильские себе сюжеты развития, более того, у Роберта Грейпса, например, вот есть тихо английского мифолога очень известного, у него есть поэма «Ахилла и пинфесилеи» называется, где Ахилл просто-таки совершают насилие над телом. Ну да, и интерпретация, что у них был сын, у Ахилла, это один из вариаций, правильно, и не будем забывать, да, и вот здесь просочилась немножко в текст, да, вот, а, то есть стихотворение, допустим, Гумилёва, да, поединок, где он использует чуть не впервые в своем творчестве, вот этот прием, когда герой говорит из-за гроба, да, повествует такой пост-монарротип, я бы сказала, вот, но первый раз этот прием, по крайней мере, вот так вот на слуху, это появилось, там, после Брюсова, после его стихотворения «Призыв», который призвал просто на всех согрелинику, потрясающее впечатление, где мертвая героиня слева призывает своего возлюбленного, который к ней приходит, и такие там, то есть, вот, свои лица, и с темы людей, войны, вообще не греется, да, вот какие-то, вот просачивается вот этот, прошу прощения, некорофейская тема, которая, да, она, она присутствует с Гумбрейса, она выходит, вот, прям, на поверхность, ну, я, вот, безусловно, опять же, и, так, в сносках, где-то, Вероника, перейти, можно еще на эту тему. Алик, у меня в тему вопросов, подтверждение, вот, если мы вспомним про языковые витафоры, и книжку «Мятехасвилы», «Бай», вот это «Любовь, как война», «Завоевание сердца», это же довольно давно в языках разных встречается, и вот можно ли связать одно с другим и сказать, что было раньше, вот эти аптетипические сюжеты или языковые витафоры? Ну, я думаю, это, скорее, философские вопросы. Ну, это, да, это вопрос усердит, что раньше курица леется, я совершенно не берусь на него отвечать, вот, но, ну, конечно, в языке тоже достаточно очевидно. Можно еще примеров неоспоримой силы женского образа, потому что как-то эту тему, ну, меньше затруднется. Да, это действительно, это достаточно редкая вариация, ну, поскольку я вообще в связи с теоретической базой, да, моих, вот, так сказать, образовательных, да, я все-таки теоретик, да, по предыдущим своим работам, я все-таки старалась исходить изначально не из империи, да, потому что империи всегда может быть дополненными, там, и прочее, а из некоторой, вот, ну, слипленной конструкции, да, то есть если у нас героиня, воительница, персонажи гендера неоднозначны, да, причем строится вот на этом необычном соотношении каких-то женских качеств и все время война и любовь у нас, да, то есть опять все время вот балансирование на этой вот границе, то, соответственно, из чего должна исходить технология сюжетов воительницы? Ну, для меня очевидно, что вот на эти постановления надо строиться, то есть либо в соотношении героини и избранного героя, да, то есть либо они равны и один убивает другого, или оба друга друга, либо, ну, или как в сюжете из них в Мунгиле прямо не убивают, но посленно оказывают себя, да, причем, так сказать, причиной смерти друг друга. Дальше, либо героиня, либо герой отказывается от поединка, как у Орелоса это происходит, да, либо героиня сильнее. Вот три возможных. И четвертая, когда герой сильнее, но он в данном случае, когда он интересен такой вариант. Вот, то есть изначально это была некая мастерительная конструкция, а дальше, когда я стала смотреть тексты, да, читать, то действительно этот вариант очень редкий, и он есть у Цветаевой в интересующий мне период. И в этот период я больше не нашла, но, то есть может быть они есть, но мне пока не попадалось. Но он есть в блинах. Собственно, вот если мы вспомним поединок Добрыни Никитича, да, с полиницей, что вы помните, она опять, представляю, как богатыш, как великанша, который ему кладет в свой карман, говорит ему, что пожелиться не хочу. Вот, то есть вот она, полиница, которая, да, гораздо сильнее героев. То есть вот этот вот вариант сюжета можно проследить, а для Цветаевой очень важен русский фактор, да, и вообще, и в Царь Девица особенная, это факлорная, правильно, да. Поэтому я бы сказала, что она, вполне вероятно, что она этот сюжет вот черпает оттуда. И еще из одной БНП «Блины», где тоже у нас, кажется, Микитишин, ну, по-моему, Микитишинской арене, а именно где на корабле происходит действие. Секунду, я сейчас постараюсь найти у себя. И прочитайте, такой маленький. Вот. Анастасия Никольчина, извиняюсь. Вот. Анастасия Никольчина и в поединке до времени. И были на номер 113 сборника гильфейдинга и 79 сборника рыбак. Было-то у молодца похоже на, было-то у доброго поеждано. На том-то на соколе, на батюшке, на большой им на корабли. Но с корма по-звериному, бока-то были по-змеиному. На том-то на соколе, на батюшке, на большой им на корабли. Снасти канаты были шелковые, паруса были полотнями. На том-то на соколе, на батюшке, на большой им на корабли. есть удалой добрый молодец, поленица удалая. Удалой добрый молодец, поленица удалая. Дальше, извиняюсь, Жопен Крутенко по-женскому, походочка Чистенко по-женскому, поговорочка Владенко по-женскому, быть или не быть Настасией Миколичной. То есть, на мой взгляд, вот сюжет «Царь-девица» пристекает не только из сказок, очевидно, к Афанасьевским, о «Царь-девице», но и, поскольку там совершенно нет этого представления о героине, которая более сильна, чем герои, и корабли есть, но не во всех вариантов. Вот. А на мой взгляд, да, этот сюжетный вариант, он исходит из русских бюлений, вот из этой самой Анастасии Миколичной, которая появляется и в «Быление о корабле-соколе», а с другой стороны, из «Былины о садовстве» Добрея Никитича. Миколична, можно несколько вопросов? Да, конечно. А в монографии или будущих статьях будет какой-то анализ, как меняются представления о дерево-эдинде исторические и как это постепенно приводит к феминизму или не приводит? Ну, специально такого не будет. Вообще, я не знаю, можно сделать... То есть, собственно, вся книга задумана как представление об изменении, так сказать, понимания образа воительницы в интересующий период. Почему он интересующий? Потому что он переломный. Я не уверена, что можно выделить какие-то существенные фазы в более раннем понимании воительницы, потому что он более или менее единообразен в том смысле, что это патриархатная культура, которая, наверное, имеет в себе какие-то фазы. Но по большей части роль женщины все-таки там достаточно четко определена. Другое дело, что если, опять же, говорить о своем литературном материале, то, наверное, можно говорить о том, что в мифе... Ну, в тех мифологических текстах, которые до вас дошли, да, и в эпосе, в героическом, да, раннем эпосе, воительницы более сурово, как правило, там все завершается, вот именно там первый сюжетный вариант, да, поединок, никаких там эротических преследований в том плане, что кто-то кого-то прощает или отказывается от поединка, ничего такого. То есть именно брачные состинания, да, как вот по-любински. А в более поздних текстах, то есть это уже Алина Санта, то есть Алиоста, Тасса, Боярда. Воительница, во-первых, с одной стороны, просто более условным образом, то есть она неизменно красавица, да. Ну, и как бы ее герой не узнает мужского доспеха, и когда она снимает этот доспех, да, шлем, то ни у кого же никаких сомнений нет, то, что это там прекраснейшая девушка и прочее, прочее. Вот, но, да, то есть с одной стороны, конденциональность больше образа, да, а с другой стороны, ну, тоже такое смягчение в плане смягчения нравов. Как это вообще? Ну, это вообще характерно, не только для этого. Ну, да, я и говорю, видимо, общее смягчение нравов, что там уже поединок далеко не всегда оказывается смертельным, да, а если и оказывается, то это какой-то судьба, рок, там, несчастные, несчастные случаи, да, как в случае, там, того же Тасса, да, где там, говорят, несколько раз просят своего, во время второго поединка открыть свое лицо, свое имя, говорит, отказывается, выгодно его укрывает. И, оказывается, что это, то есть, какой-то такой потененции к уходу от первого послужетного варианта ко второму просматривается, но это, опять же, очень нелинейно, нельзя сказать, что вот это было так, сначала первый вариант, потом только второй. Такого не было. То есть первый все равно остается, на мой взгляд, наиболее частотным, да, вот этот, по идее. Он может присутствовать как минус-прием, но он самый частотный все-таки. А, может, еще. Это вы могли бы показать Цена Паллада как покровительный город, а может быть, и даже еще про людей произведения, и тоже им про людей. Да, и сравнивали, вот в книге Кокуева и сравнивается с ней. Ну, понимаете, я людей напрямую не хочу брать, потому что она, она не совсем поведенец. То есть очень много персонажей такого промежуточного характера, очень много. И если уходить туда, то будет происходить некое размывание предмета. Я предпочитаю, поскольку я говорю, никто не об этом написал, я предпочитаю говорить о том, что несомненно, твердо, какие-то отчетливые условия. И то, например, о Блоке в таком ракурстве никогда не говорим. То есть вот я на семена Едина Махмудова представила этот доклад, Едина Махмудова сказала, что она очень много нового подчеркнула, и, естественно, можно сдавать под руководитель. Хотя бы, естественно, это не так. Но такой подход, почему оказался достаточно убедительным. и при этом он как бы не лежит на поверхности. Но уходить совсем в промежуточный вариант я не хочу. Хотя у нас следующий семинар наш, я могу, наверное, сразу сказать, что как раз следующее семинар, следующее заседание будет посвящено Угрозу Едифи как раз в Песах. Вот Марианна Коклова сделала доклад, и, возможно, я к ней присоединюсь. С небольшим докладом о пьесе Марии Евгении Глёбергу «Д'Антон», где героиня непосредственно спроицирована на Угрозе. И тоже хочет... По отношению к «Д'Антону» существует то же самое, что и по отношению к «Д'Антону». Я предлагаю вот вопросы все по этому докладу задать сейчас, потом по фибриду, а потом спокойно второй доклад и уже потом все вместе обсудить. У меня такой теоретический вопрос, если мы, допустим, выходим за рамки на рубежах, у меня там были в 20-е годы. Можно ли женщин-чекисток считать женщинами-глазинницами? Можно просто. Ну, про Ларису Леса мне еще предстоит, наверное, что бы подсказать. Я думаю, что очень крайнейшим объеме. У меня был один пример, это рассказ Андрея Соболева «Книжна». Как раз там вот про такую... Это реализация песни «Осень Киразина», но в реалиях гражданской войны. Спасибо большое, я посмотрю. Потому что у меня пока явный переход происходит в сторону лирических текстов и драматических. Ну и если считать эпическими поэмами, да, ну, пятихотворные, то еще поэмы. А в прозаических текстах, где боиклица появлялась бы не в качестве метафоры, не в качестве какой-то отдельного словесного формулы, да, а в качестве героини, ну, нет, не попадалось. Пайпу, спасибо большое, Николай, за тем, что я понимаю, подсказку. И, ну, знаете, женщин, опять же, из того материалов мы бы менее знакомы, я могу говорить, наверное, только о Ларисе Лесна, да? Ну и, да, есть легенда о том, что Лера как раз из Горблэс. Это именно, как бы, вот художественный проект Ларисы Рейсина, которая была, ну, примерно в то время, подробно, Гуделевым. Вот, и, собственно, Рейсин, 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 в своей практике демонстрируют тип мужского такого поведения, скорее. Вот, и тексты ее есть, написаны от мужского лица, то есть от мужского лирического субъекта. Вот, но все-таки именно, насколько идет речь о воительнице, да, а не просто о попытке завивания субъектности, потому что воительница только один из путей этого завивания, и потому что им не ограничили все это, да? За ним огромное количество, там, мифологических и всяких инвлекаций стоит, да? Я надеюсь, не удалось их оказать в связи, допустим, с Софией, да? Вот, так что надо, видимо, пристально более посмотреть, хотя бы, да, на Лесна. А вот вы еще сказали, что мускулиность никак не акцентируется. Ну, в общем-то, да, конечно, но был же агонизм, был же как компюстадор, панцирь, железный, какие-нибудь такие. Ну, про то, что не маркируется, я цитировала Экерст-Эконом, то есть это не мое обсуждение, то есть здесь, пожалуй, важнейшая, еще признанная работа на данную тему по данному периоду. Вот, ну, я думаю, что все-таки в этом есть большая доля истины, вот, но, безусловно, да, заявки наши по грамоту, даже агонизм тут присутствует, именно, вот, как, да, что история литературы, да, в данном периоде можно представить еще и в гендерах. в связи, в частности, да, с агонизм, лоджиадамиизм, да, мужской взгляд, трезвый, как-то, 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 уберем, взгляд на мир, как, но, да, концентрует именно мускулинесть. Но, дело в том, что она и мыслится, наверное, как нормативное, да, мужское начало, которое ведущее, да? Не знаю. Ну, уберем, может быть, уже даже, как немножко оппозиционное, фемильное, но раз он одно про него заговорил, раз потребовалось заговорить о нем, это перестало быть нормой. Ну, возможно, но, во всяком случае, требует более внимательное. Ну, потом идет противопоставление твоя, там, вот, как, у тебя на гербе невинности, у меня цветы программы, то есть, у меня уже противопоставляются это педагогические герои, конвистадоры, и у меня, это дело-боительница, которая, гибкость стали, у нее, а у меня гранит, то есть, тоже на вопросном уровне. Да. А вот у меня, кстати, два вопроса тоже. Первый, кстати, интересное замечание у меня как бы по поводу девчекистых. Ведь это же просто правда, этот образ можно расширить и шпионки в Первой мировой войне. То есть, чуть-чуть, чуть-чуть скорее, да. Расширять можно до бесконечности, но у меня это уже, наверное, 20 листов авторских, то есть, куда больше монографии. Это с одной стороны. А с другой, это все-таки уже, ну, я не знаю, 20-е, или уже даже позже, 30-е. То есть, я как-то... 20-е, в основном, там, Цветаевское творчество, да, я за траги и порнок. Вот, но, по большей части, конечно, я фокусируюсь на... А европейский модернизм, вот образ дела воительства в европейском модернизме были ли у наших авторов, предшественники, могли ли они на что-то опереться в этом? Там, вот, тот же Бадлер... Бадлер, не знаю, я не видела, честно говоря, не помню. У него такого. А там, конечно, у каждого сайта источник из блока Вагнер, допустим, да, у Бумилёва отчасти веселее Клейс, то есть, это более раннее, это макрамма, поздний армантизм, да, интересный. Потом, для того же Бумилёва важны, например, поэты Французского Парнаса, в частности, в «Кон-Бибелире», у которого есть стихотворение в «Посвященном Дунгильде». И не только ей, а это веселее появляется у этих поэтов, вот, Парнас, да, у Эредия, по-моему, у Катюрия Мендеса есть, если не ошибаюсь, вот, «Цикликанье», там, вот, ты веселее, да, и как «Амазонка». То есть, конечно, это такой прадячий некий образ. В жилписи, кстати, европейской, это, конечно, да, посредованной жилписью, скульптуры, может быть, увиденная, там, не знаю, скульптура. Да, и, кстати, еще не будем забывать, простите, я не сказала самое главное, 1920-й год, это канонизация «Жанна Дарк», и этот образ очень, очень распространен, и... 1920-й год? 1920-й год, это уже не так же произошло, но, понимаете, в канонизации предшествует конденсационный процесс, который длится долго, и в случае Жанны, вообще, собственно, это дело почитание. это было почитание. Да, безусловно, это бесконечно. Во французской литературе это Жанна Дарк вообще центральная героиня в этот период, достаточно вспоминанная модель, и не только его. Позднее, шаман уже в 20-30-е годы, в католический роман, так называемый, в любом католическом романе присутствует образ Жанна Дарка, пусть на заднем фоне, при этом есть и... появляются мистерии, возрождается Жанн, в котором Жанна появляется тоже. То есть, Жанна Дарк, это вообще... Вот, если остальные воительницы немножко на заднем плане, ну, хотя, ваше не знаю, сколько нужно на заднем плане, то Жанна Дарк вообще в авангарде. Вот. И... Ну, да. А вот такой факт, например, в 90-1 году, например, Рубина Пастернака, это оказало огромное влияние, просто я знаю, Дагамильские амазонки изологическое саду в Москве. И, вероятно, вот сам образ амазонок, он потом пошел, потому что здесь обнаженный строй женщин, да, невольниц, но в нем, он, как писал потом в «Охранной грамоте», он в нем вот, вот, породил ощущение женщин, когда он еще ребенка увидел, то есть вот такая вот сексуальность, да, она, она пробудилась, пробудилась, скажем. и потом в его ририке многие об этом очень писали, и Каспаров, и Кобцон, кажется, он, он сам вспоминал, да, об этом, но, собственно, вот это вспоминает, оно по своему исследователю потом поговорить просто о таком, о таком биографическом мотиве, повторяющейся такой, в его творчестве. мне кажется, как факт вообще жизни общественной, да, и который стал, в общем-то, фактом литературы, по сути, потому что, ну, вот он об этом писал, я не знаю, как вот другие авторы к этому относились, но я думаю, что это мимо них точно не прошло. Спасибо большое, я обязательно посмотрю, мне не приходило бы вот там поискать, в стране пастернарка. Да, в этом. Спасибо. Можно еще? Да, меня это очень интересует, андрогинность Делы Воина у Цветаевой, как вообще это соотносится с основными лирическими субъектами поэзии, потому что, ну, когда по чтению поэзии так вот вообще в целом, ну, не возникает ощущения, что у нее лирическая героинь такая бой-баба, баба-мужик, такой вот, значит, андрогин, в общем-то, вполне, ну, в большей части, да, текст такая, ну, детская, конечно, но вполне себе женщина. Ну и при этом, да, вот, действительно, женщина, Дева Воин, ей близка, она ее неоднократно в текстах использует, вот, как, получается, вообще, соотносится, вот, Дева Воин и ее лирический субъект, то есть, это разные ипостаси лирического субъекта, или это как-то, или все-таки тогда можно говорить, что основной лирический субъект тоже прям летает какие-то черты андрогинности, и почему меня это интересует, потому что, например, значит, вот, Кирсти и Кур, тоже сегодня упоминавшаяся, пишет, что Зинаида Гиппиус также, вот, пыталась, как-то размышляла над тему создания андрогинного субъекта лирического, но отказалась от этой идеи и все-таки вот эту мускулинную маску использовала, потому что в культуре русского мандернизма андрогин это все-таки мужчина, все равно мужчина с женскими чертами, но никак не женщина с мужскими, и поэтому вот, концепция андрогинного лирического субъекта у Гиппиус не реализовалась, хотя не хотела, скололась, я не знаю как, а вот, ну, можно ли говорить, что Дарасветаева реализовала эту концепцию андрогина именно на базе женщины, то есть женщина с мужскими чертами, или все-таки она такая как бы близкая ей героиня, но она не приобретает черты вот такого андрогинного лирического субъекта? Можно я дополню просто вопрос? У меня был вопрос о том, что ты говоришь, в 17-м году начинается вот эта вот женщина-воин, да, вот такая более... начинается Жанна-Даркси, особенно. Ну да, Жанна-Даркси, более такой решительный образ, и при этом вот ее собственный выбор в гражданскую войну следовать за мужем, то есть она как бы отказывается от какого-то собственного выбора, то есть на чьей она стороне, да, она решает вот именно как Сергей решит, и вот фундамент Кати. Спасибо за этот вопрос, тут и за вопрос Кати, на самом деле это очень интересные вопросы и очень дискуссионные, я начну в обратном порядке отвечать, если позволить. Вот насчет, меня очень волнует всегда вопрос о биографическом контексте, да, вообще о соотношении биографии творчестве. Я все-таки стою на тех позициях, что даже хотя бы говорим о модернизме и о влиянии символизмом и большом данном и так далее и прочее, практика шикостроительства, тем не менее, все-таки жизнь и поэзия это не одно. И когда говорят, что вот, ну, подходят, такие, упрощенные достаточно подходы, особенно у Дины Борген, да, которая тоже Пармок писала, и да, многие там, отрицательно относятся к ее работе, но все-таки это существенная работа в значении того, что, то есть, очень, в чем упрощение? В том, что жизненные какие-то события и, в частности, жизненные предпочтения, в том числе и сексуальные, наверное, Борген, в первую очередь, да, очень непрямо и непосредственно переносятся в область творчества. И у Иконан это отчасти тоже отчасти присутствует, да, та же пишет, допустим, Борген о поэтах, которые используют мужскую, мужскую лирическую маску, Гиппиус возвращается к вопросу, да, а, пишешь, у лесбийских поэтов, например, Поликсена Соловьева, значит, Гиппиус, она в жизни была лесбиянка, но Прагиппиус это какие-то смутные слухи, не имеющие особенных никаких оснований, да, и даже если это было же не почему она это становится лесбийским поэтром, да, то есть на мой взгляд это все-таки разные планы, да, это в двух планах происходит, и даже иный выбор Цветаевый мог быть одним, а ее осознание себя как геолирической героиней могло быть другой, одно другому, на мой взгляд, совершенно не противоречит. А теперь что касается андрогина, ну, на мой взгляд, сейчас он уже стал, конечно, ангажированным, но в начале исследований он был совершенно, так сказать, свободен от каких бы ни было, ничего бы не пыталась вчитать, я просто читала последовательно весь Цветаевский корпус, не только поэтирую, а просто все опубликованное, вообще все. И я увидела, что у нее депоительница просто чуть ли не на каждой странице. То есть это было для меня достаточно удивительное открытие, так на слуху обычного цикла боя, письмо к Амазонке, вот что-нибудь такое, но на самом деле у нее на каждой странице в стихах, в очерках, вообще в прозе во всей ее, в письмах, в дневниках, в набросках, черновых, рассужденных внецах, везде. то есть на мой взгляд, уфициталь это именно что альтроэда становится героиня-боительница. Ну, боительница, не скажу, что именно андрогин, потому что, да, в разных, так сказать, текстах степень ее андрогенности разная. То есть в каких-то текстах, например, в ранних, да, так сказать, каких-то физических, вот явных признаков ее андрогенности нету. Есть ее, так сказать, духовная креда, да, вот как в молитве. Например, всего хочу с душой цыган идти под песнями раз бой, за всех страдать под звук органа и Амазонка мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, за счет вести детей вперед сквозь тень, чтобы был легендой день вчерашний, чтобы был безумием каждый день. То есть Амазонка здесь вписывает в некоторое ощущение вот безмеренности, да, и по желанию попробовать все, да, вот такое жизнелюбие витальности. Тоже, например, в стихотворении «Дикая воля» я люблю такие игры, где нагменно все и злы, чтобы врагами были тигры и оруды, я не суть за мной пасти, я смеюсь в руках аркан, чтобы рвал меня на части урагана, чтобы все враги герои, чтобы войной кончался пир, не наоборот, пир, и война, чтобы в мире было дворе я и мир. То есть вот эта вот формула ранней Цветаевской Амазонки, да, воительницы, формула «Я и мир», да, показать, вот такая, почему еще близок фольклор, такая умер, что ли, да, игра своей силой, да. А ты должна дева и воительница, это не просто воинница. Я женщину блю, что в бою не обили, говорит она в том же 909 году, умершим шпагу, держайте копье. А вам не кажется, что Титаяевская «Я и мир» это примерно как «Я и судьба» у Брюсова, например, то есть он тоже мужской, она становится таким мировым началом женской. Ну, не знаю, но во всяком случае, вот это ранняя, но в ранних текстах она еще не, действительно, не андрогизна, практически, то есть это ее духовная некая креда, но это не внешние черты. и более того, в 1909 году она говорит, но знаю, что только в плену колыбели обычное женское счастье мою. Но дальше, чем больше, отчасти, да, можно провести параллель с ее жизненным, путем мы помним, что начало ее пути вполне, так сказать, конвенционально, да, она уходит замуж, выражает ребенку, у нее есть няня, там, то есть начинается все по-настоящему, об этом пишет Игорь Шевеленко, да, вот этому качественному сдвину в ее творчестве, вот, собственно, с революцией гражданской войны, и, во-первых, появляется тогда резко Жанна Дарк, которой у нее была, и появляются вот мужские черты, то есть, во-первых, даже в ее романтических очень пьесах, если мы вспомним, героиня уже андрогина, то есть в метели, да, говорит один из персонажей, плащ ты плащом, а узнать занятно, есть ли женщина по плащу, да, то есть, там, это героиня уже мужественная, герой искать в мужском плаще царица опальная, бешеная метель и зверь в бане, в пьесе тоже еще романтическая очень, да, Феникс, герой говорит Казанова, моя любовь, мой лунный мальчик, об Анрии Генриэйте, да, она уже, Анрии Генриэйте, так и заявлена в списке, есть еще 13 лет, Анрии в каком аду, Платонова родная половина, то есть, по связи с Платоном возникает эта тема, а в облике самой Цветаевы, она начинает подчеркивать в себе, внешне, в самой себе, в биографическом у меня, мужские черты, мужские качества, и душевные, и физические, и более того, это приходит на окружающих, то есть, окружающие начинают о ней высказываться в том же духе. Роман Голи, в Цветаеве было что-то мужественное, ходило широким шагом, на ногах полумужские ботинки, дальше, Седых, например, рукопожатие было крепкое, почти мужское, Юриевск, по-мужски под поясом с кожаным ремнем, Липя Софья Лаперовская, во внешней манере, в мошлических ухватках, в крепком пожатии руки по-мужски, в прическе, напоминал тогда Марка Волохова из Обрыва Гончарова, Цвета, Апастернака, Цвета была женщина с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротивой, Елена Избольская, некоторая суровость сочетается с ударством, женской ласковость, мужественной, мужской твердостью, и она о себе все время говорит, да, вот, примерно как раз перелом происходит вот именно с 17-18-19-го года, и дальше у нее все ее вот эти вот героини, они уже становятся, да, более андрогими, то есть, если в раннем творчестве ее привлекает душевный склад таких удалых героинь, да, Амазон, это ее слово, еще и там и там, то после вот этого жизненного перелома и исторического перелома, и мы помним все, как она жила, да, эти годы, как раз, когда Эфро побывал, потом был уже за границей, она еще была здесь, она в ее творчестве и в ее словах о себе самой очень явно начинает появляться вот этот вот что я не женщина, я либо если я человек, ай ман, ай вон, но ведь вы фрау, нет, менш, 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 говорит она о себе, то есть человек, 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 или о мужской душе она говорит, да, моя мать хотела сына Александра, родилась я, но с душой да и головой сына Александра, и о да, бог Давшине широкие плечи, крепкие руки, знал, что он делал, но бог Давшине при этом такую душу определенно не знал, то есть у нее очень разные сказали и о женской душе и мужской внешности, и о мужской душе и о том, что она не женщина и не мужчина, она человек, да, невозможность вести ее высказывания и применение и художественное к одному знаменателю, но все-таки это всегда будет, вот, по крайней мере начиная с 17-го года, некая неоднозначность генетов, вот всегда. Ну, то есть можно сказать, что постепенно, да, то есть начинает она более как бы там более традиционально, безусловно. А у нее формируется вот этот вот именно лирический субъект андрогины, но на базе все-таки женщин, женщин с мужскими чертами. она себя, потому что ее лирическая героиня, да, себя, и на каждом русском лице не начинает писать все-таки, она пишет от женского. Она пишет от женского, безусловно, поэтому-то и интерес, что в отличие от той же гиппиус, допустим, и последовательности гиппиуса на этом поприще, она никогда не пишет от мужского лица, никогда вообще не раз. Но при этом ее лирической героини, да, она чем дальше, тем больше степени андрогина. Но если мы вспомним, допустим, поем на красном коне, это вообще очень явно это все. Там, опять же, сюжет поединок, да, для чего? Чтобы она как поэт, а кто у нее, соответственно, не муза, да, мы помним, опять же, все, трудоэконом, так, где есть поэт, и у него есть муза, которая единственная доступная для женщин, а у нее, она поэт, а кто у нее мужской вариант муза? Гений. То есть у нее разговор с гением там идет. происходит поединок, и, собственно, этот гений ее, так сказать, наделяет присущей ему полубожественной силой, полубожественной кальф, когда что? Когда она с ним вступает в поединок, да? И входит, и входит стальным копьем под левую грудь луч, естественно, сразу вспоминаете вернини, да, вернинисская скульптура. Ишопа, Святая Тереза, Ишопа, такой я тебя желал, Ирокат, такой я тебя избрал, дитя мои страсти, сестра брат, невеста, во льду лад, да, моя и ничья до конца лет, я руки воздев в свет, прибудешь, прибудешь ничья, нет, я рану зажав, нет. То есть, да, она на базе женства, безусловно, как бы вот, так сказать, различные конструкции возводятся на базе ее, безусловно, женское существо и реческое. Мне кажется, это прям очень интересно, я не знаю, если, как бы, Маус занимался, занимался Цветаевой, а вот, есть ли какие-то такие, вообще, ну, вот книгу Шевеленко, Шевеленко, да, у меня, дом, я ее читала, у меня дома стоит, но у нее там, не знаю, как-то, больше, вот, про ее, да, жизненный путь, есть ли вообще еще какие-то работы именно об эволюции лирической героини Цветаевой, вот именно вот об этом андрогенизме и лирической героине, как это, мне кажется, точно, там, да, ну, андрогенизме есть у Цветаевой, по-моему, Антонина Филонов-Угу вписала об этом, вот прямо с названием, вот, и еще что-то у меня попадалось, вот даже у Шевеленко, у нее есть очень существенная интуиция, как раз вот этим, Ера Фарына в работе, да, с Цветаевой, Цветаевой, тоже говорит, вот как раз о царь девицы, очень подробно, и о, феминизации мужского персонажа, и мускулинизации женского, вот, ну, а что ты можешь сказать? Просто у меня, наверное, тут почему происходит, как-то, может быть, перекосы в моем собственном сознании, просто я всегда поэмы и драмы от лики отделяю, мне все время кажется, что там присутствует вот этот вот, ну, ролевой аспект, эпический какой-то аспект, драматический, который, ну, вносит свои коллективы, и вот лирическую, все-таки, как бы, ну, я для себя лирическую героиню, я ее пытаюсь все время вычислить, потому что только лирические тексты, может быть, это неправильно, может быть, надо привлекать поэмы. Нет, но лирическая героиня, да, она как-нибудь лирическая, она из лирики, но, понимаете, когда есть явные переклички, да, не просто переклички, а вот видишь, что строится образ на тех же основаниях, что, так же, те же мотивы, те же конструкции, замыслом славы, кто-то поневолен, начинаешь строить. Нет, если выразить театрство, то, конечно, надо рассматривать весь корпус текстов. Кроме того, Цветаева, все-таки, лирическую, у нее поэмы, ну, я, почему-то, кто считает, что поэмы, это эпический жанр, что это не лироэпик, да, кто-то, когда-то, 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 Натанда Ильич Томатченко, считал, что это эпический жанр. Я тоже считаю, очень художественный жанр, так сказать, отступление не делает, не делает поэмы, но у Цветаевой, ну, в меньшей степени, живется на красном плане, в большей степени, поэмы горы, поэмы конца и прочее, это так, это вот, нельзя сказать, что это поэме, вот это, так растянуть, это лирическое стихотворение. это скорее. Да, это скорее. Вот, поэтому тут очень сложно отделить, и в данном случае, человек, не вижу для этого каких-то принципиальных оснований, говоря уже о том, что я говорю, что меня интересуют не лирическая героиня Цветаева, как таковая, да, а героиня Боикиница Цветаева, как она проявляется в лирике, как она проявляется в песах, как она проявляется в эго-документах, как она проявляется в прозе, и везде можно, вот, у нее есть повторяющийся мотив. И, конечно, в каждом жанре, в связи с корейцами и сам жанром, есть и что-то достаточно очень теплое не послужит. У меня еще есть несколько вопросов. Да, конечно. Первый вопросик касается девы-воительницы и девы Марии, которые соединяются. я пыталась действительно вспомнить, я помню, о чем написала Тогоева, она наверняка это все исследовала, но я действительно с трудом могу вспомнить, чтобы Богородица представала где-то в визуальном гляде в виде воительницы, это, видимо, довольно редко, но мне интересно, проверялось ли это, она пишет там, что они проверяли, это по гимнографии, потому что я не отдам про гимнографию я не помню, чтобы Богородица представала как воительница. Ничего не пишет. Не про гимнографию, а про иконографию. Ну, естественно. Вот, но, если мы, вот, я тоже немножко пыталась это еще подальше поискать, и вот в статье в нациклопедии «Мифы народа» написано «Веренцева» про Марии то же самое говорится про сближение, но там и так прямо там говорится, в частности, очень подробно исследуется сюжет обознания, о том, как Мария спасает грешника и изгоняет бесов, отнимая у них дубинку, и эту же дубинку не наимая в бока, там прямо говорится. Есть действия теофилы, которые действуют теофилы, которые Блок переводил, в частности. Тот же сюжет, да, то есть вот этот вот уже факт убивания Бесов уже делает это действия, это действо, это другой жанр. А вот гимнографию не знала. Гимнографию не знала. Потому что разные стерпитеты у Марии, пока не знаю, все же такое, пусть она сделала. Ну, есть боинствующего учтения. Ну, про гимнографию не могу сказать, про гимнографию спробовала. Ну, понятно, даже она прочитается, где-то встречается издетка. И еще маленькие вопросики два. Интересно, что насчет мотива переодевания, я опять же, я просто сейчас очень кратко подумала об этом, о мотиве переодевания в античности, что я могу вспомнить мотив переодевания мужчины в женщину, это Ахилл переодевается в женщину, чтобы спрятаться, известное дело, в лодке Рабл переодевалась в женщина, чтобы женщина переодевалась в мужчину, а не была изначально амазонкой, не могу ничего вспомнить. Не знаю, может быть, совершенно что-то очевидное, что мне не приходит в голову, но они изначально такие, они сами к себе такие. Это не одетые мужчинами, то есть, это не жандар вообще в античности. Не бывает такого. И интересно, насколько это рефлектируется в театре модернизма, который я неплохой представляю. То, что это на самом деле разные вещи. Амазонки — это не переодетые мужчины, это не переодетые женщины. Я просто сейчас, когда слушала доклад, смотрела тексты, впервые осознала, что в модернизме они понимают как переодетых женщин, потому что античности совершенно невозможно. Она не переодетая, она такая и есть. В каком смысле она переодетая? Это потому, что, скорее всего, Геракил снял обычную одежду, наделся вся шкуру 2, а он переоделся. Нет, он ни фига не переоделся. — Ну, посуждая переодевания, я говорила об Трисове Симовске, который на материале балканских рассказов об этом говорит. Но там, где девушка переодевается в воина, и начинает из тимурской жизни, как наш кавалерист девицидоргий, так и говорят. — Так это и в монашеской традиции это всего полно. Но они используют мифологические символы, интересные, вот они как раз понимают, как переодетых. То есть, дело воительницы, она именно сама по себе такая или она переодетая? — Мне кажется, что она, нет, мне кажется, что мотив, это немножко другое. То есть, это с одной стороны, да, вот это одна традиция, да, вот народная и, я не знаю, в русских сказках, я же такого не помню. — Я тоже не помню, я даже пыталась сказать, но у меня некий киморр-русал. — А вот можно, вот всякие лягушки, мельюзины, мне кажется, они переодетые, как раз когда в женском обличье, в красивом, а истинная сущность — это вот лягушечья и гумеиные. — Но они переодевали. — Да, но и так же, мне кажется, самозалтельные тоже вот… — Нет, у меня другую сущность, они только такие. — Но их иногда видят мужчины, как в таких, ну, традиционных женщин, вот когда в них появляются, и вот это, может быть, в какой-то степени дало толчок к мотиву переодевания. — Понимаете, не традиционные женщины, они только доспехи, они с ними достаточно снять шлем, и достаточно снять шлем. — Нет, она такая, да, совсем, она не переодетая, это ее идея. — Я согласна с вашими вещами. — В смысле, у нее нет второй стороны? — Да. — Там нет двусторонности. У Ахилла переодетого женщины четко две стороны. — Ну, конечно. — Мне кажется, в глазах Ахилла есть вторая сторона у Амазонки. — Что он видит за девой воики несоотвычную женщину? — Более того, если мы посмотрим на все, об этом писала Гвоздецкая Наталья Юрьевна в применении к валькириям, что если посмотрим на сюжет, то ни одного сюжета получил брак героя с валькирией нет. Потому что она изначально существует другого мира. И она даже, когда хочет быть обычной женщиной и, так сказать, рожать детей, это ради своей любви, этого не получается у нее. Она так или иначе несет героя гибели или сама умирает. Герой женится второй раз на обычной женщине. Вот здесь можно сказать, что это переодевание, что она из валькирии переодевается в обычную женщину. Вот это может быть. Но в античности такого нет. Чтобы Амазонка взяла бы... По меньшей мере, на моменте, когда... — А вот, допустим, когда ты сейчас забирает антиопус, делает своей женой насильно, да? Вот она ведет жене Амазона человека с жизнью. — А мы ничего не знаем про это. Мы знаем, что она жила ребенка и все. То есть, стала ли она быть Амазонкой, не знаю. Большой Амазонок просто погибает в бою. Ну, или, там, из некоторых, из этого Маладора, там, умирают от горя некоторые. Но они сами все остаются Амазонками. Так что это вот интересная характера. — Видимо, перестать вести образ жизни Амазонки означает, как бы, расстаться с существующей, то есть, умереть, фактически. — Да. И поэтому она не существует дальше, она как бы... — Ну, и герой заметишь. Помните, герой — это тот, кто имеет умереть. То есть, ну, говоря, чтобы стать героем, нужно, чтобы стать избранным героем возвратного. То есть, на самом деле, сюжет о любви Амазонки и избранного героя — это сюжет, где все должны, по идее, по крайней мере, если сходить из мифа, да, из первоначальности, все должны умереть. Потому что, вообще, воительница существо не совсем человеческое, прямо скажем, да, какое-то сомнительное, не чисто человеческое природа. А все, что не чисто человеческое, это несет гибель к человеку, либо сама, так сказать, от него должна, так сказать, умереть. А герой готова, если он остается жив, он женится на обычной женщине, ведет обычную жизнь. То есть, в этом смысле, какой союз, воительница с герой, он совершенно невозможен. Да. И последний маленький вопросик, уже касается еще этого слова. Это грамматически. Периодически, здесь текст, как я пленилась, конечно, в этот день, появляется царь — девица, и девица — муж. И, соответственно, разное согласование. Интересно было бы, так сказать, посмотреть, где согласование по женскому, по роду, а где по мужскому идет. То есть, понятно, чтобы они ради метрики тоже, конечно, царь — либо царь — делиться, либо девица — муж. Но это когда мы говорим о порнок, можно сказать, что он делает ради метрики. Но когда мы говорим об блоке, ясное дело, что он способен, как Ушкин, написать и так, и так, и так. Это его. Но у блока нет никаких... Нет, я условно говоря, есть поэты, в которых надо очень условно подозревать, что он делает это ради метрики. То есть, это настолько крутые поэты, что совершенно понятно, что если ему... Светаева — это не сомневается. Собственно, вот из тех, как у меня говорила, кто это делал? Только Цветаева. Вот только Цветаева. Нет, ну почему? Здесь было где-то девица — муж, но согласование по женскому. Это у Кузьмина в саде, у него название «девица — муж», у Камчаваси и прочее. Вот дева — воин, но нет согласования. И дева — муж тоже, у неё тоже, она в женском согласуется. А здесь нет согласования. Важно, подчеркнуть. У них нет прилагательного, поэтому... А в главу это? Одна. Ну да, дева — воин одна. Одна. Нет, там я помню, только Цветаева это делает. То есть мужчина — это он, да? И, соответственно, Марковский в разговорах с Вячеславом Ивановым и в «Булинах» — это вот в «Булине», которые Анастасия Микуришина есть. Угу. Вот «Пранчала» — девица — муж. Да, это очень неконвенциональная вещь, которая... Вот нужно иметь некоторую, мне кажется, абонгардную струю, чтобы вот это сделать. Все, мы вопросы закончили. Да. Нужно вопрос, или мы уже засинулись в США? Ну, давайте, давайте, давайте. Сейчас 12.57, я предлагаю... Три минуты на вопросы. Да, нет, давайте. Черт, в районе часа, уйти на пять лет. Да. Маленький совсем вопрос, как ты говорила, в частности, про стихотворение групп Брюсова, да, что у него фемилизированный герой. Вот, и неоднократно я это повторялась, но у Брюсова я уже совершенно не вижу. Мне кажется, может быть, это именно вот это представление и в количестве женственность, да, по праздникам, как будто женщина недоступна, да, как бы, ну, а не по корейству, ничего такого теряющего мужского достоинства. Ну, Брюсова здесь нет, как, он же вообще, они ее видят, они ее слышат, да? У него никакой прекрасной дамы не было. Да, я понимаю, просто говорили про эту фемилизацию для героя, вот это вот. Да, я понимаю, почему я так не сказала, вот исключительно на, поскольку вот есть строки, да, что он радостно брою... Ну, я сказала, что, то есть, сдаться на место, победить, нет, это же не племенно сказать, а сдаться на место, победить, точка, кто, собственно, о ком говорят, что вот женщины всегда говорят нет, а на самом деле это значит да, да. То есть, вот это вот, вот это все, вот комплекс представлений о том, что это та же воинница, да, она сражается, но если мы ее победили, да, она влюбляется всего победителя, и так далее. То есть, это такое же, вот завоевать кого-то, да, вот она его, грубо говоря, завоевывает, да, убеждает, он радостно сражается. Вот исключительно на основе этой черты, но никакой здесь нету, на мой взгляд, никакой непрекрасной дамы, ни Софии, ничего такого. Брюсс, вот здесь типичный сюжет, борьба с воединком, вот борьба двух равных, борьба с субами. Аня, тем стихотворения Брюсс как вспомнил, а ты женщины белые, черные, красные, как по-разному они его побеждают, помните? Ну, тихо склоняется, белые, как бы манят за собой, слоя полмотность, директор, какая-то там страстная, красная, и страстью его манят, опять же, а он за всем следует, как подзорный такой, а черные там тоже. Там нету, на мой взгляд, насколько я помню этот текст, оспомняемый Смутнов, нету все-таки подчетных черт воительницы, что у белой, что у красной. Белая, понятно, идиллическая, черная, понятно, манеческая, но даже красный, вот, каких-то черт такой вот. Да, я здесь скорее отравлю, что он такой безвольный. А, ну да, и Господу и дьяволу равно. Спасибо большое за вопросы, за подсказки, я очень рада себе записала, и пытаюсь, допустим, сделать, проверить. Вот, благодарю всех.